Ребятки, рад вас видеть всех в вечернем выпуске на канале Тимоха Live. Кто впервые на канале, хочу вам посоветовать подписаться на мой канал, ведь впереди много интересных и полезных роликов, а также более 900 роликов на этом канале о настройках именно Android-устройства. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, которые выходят на моем канале каждый день. И сегодня я вам хочу рассказать об одном приложении. Оно лично от оператора, который работает в фоне. Отключаем его, так как оно кушает много оперативки и плохо влияет на работу вашего устройства. Это приложение работает постоянно в фоне, очень много, как я уже говорил, кушает оперативки и также заряд батареи. А пользы от нее, по сути, вообще нет. Кто догадался, а кто нет, у всех это есть приложение, называется оно меню сим-карты. Находится оно просто у кого в настройках, у кого в папке, в сути не меняет. Вот такое вот приложение, смотрите, меню сим-карты. Кликаем на него и что у нас появляется? У нас появляется меню сим-карты. И что же благодаря этому меню мы можем сделать? Смотрите, у меня лайк, к примеру. Мы выбираем язык здесь. И здесь мы можем баланс проверить, пополнение, автоответчик, информация, моя информация. То есть мы сразу же можем проверить баланс нашего телефона. Нажав запрос, послан успешно. Заказать тут какие-то мелоринги у вас будет. Видите, сразу баланс пришел. Хотя это можно все сделать по сути одной комбинацией. Звездочка, решетка, три одиницы, вызов. Но этого сути не меняет. А приложением, вот кто из вас, только честно сейчас напишите в комментариях, кто пользуется этим меню сим-карты. Да никто. Иногда мы можем нажать, кликнуть по ней совершенно случайно и заказать какую-то услугу. Потом с нашего счета спишутся деньги. У многих такое я читаю. И мне зрители попросили, чтобы я более подробнее рассказал о этом меню. Так вот, хочу вам сказать, что это меню нужно все-таки отключить. Пользы никакой нет. Работает в фоне. И работает постоянно. Пользуемся мы или нет. Значит, смотрите, как его отключить. Первый способ. Это можете зайти обязательно в настройки телефона. Затем спуститься вниз приложения и уведомления. Дальше у нас все приложения. Сведения о приложениях. И здесь найти этот меню сим-карты. Ну, видите, вот оно у меня есть, к примеру. Но у многих здесь в настройках, многие его не могут найти. Почему? Потому что Android у кого-то 6 еще, 7, 9, 10. Или какое-то меню от разработчиков немножко другое отличается. Это все можно найти в Play Market. И потому я и показываю все настройки в Play Market. Хочу сразу вам напомнить, что если у вас включен темный режим в Play Market, вы не сможете это приложение найти. Так что отключите темный режим, большая просьба, и тогда вы сможете найти. Потому что сейчас посыпятся комментарии. У меня такого нет, я не могу найти. Почему не можете найти? Потому что нету. Потому что у вас включен черный режим. Вот именно в этом Play Market. Далее, смотрите, что нужно делать, когда мы оказываемся в Play Market. Слева у нас есть три полосочки. Кликаем сюда. Попадаем вот в такую вот менюшку. И нам нужно внизу найти справка и отзыв. Находим справка и отзыв. Кликаем сюда. И здесь дальше проделываем небольшие манипуляции. Что же нам нужно здесь делать? Смотрите, первый пункт, как удалить и отключить приложение на устройстве Android. Заходим сюда, спускаемся вниз, как удалить приложение, установленное вами. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений. Заходим сюда, и мы попадаем в ту же самую настройку. Но мы можем это приложение опять-таки не найти. Нужно нажать три полосочки, показать системные процессы. И теперь у нас абсолютно все системные процессы, которые у нас есть на телефоне, будут показываться именно вот здесь. И теперь мы вот так вот спускаемся вниз. И ищем меню сим-карты. Кто не может найти меню сим-карты, ну вот не находится, да, оно вы пролистали первый раз, потом вернулись вверх. Воспользуйтесь вот этим вот поиском. Напишите вот здесь поиск, просто-напросто меню. Вот так вот даже. И у вас вон меню сим-карты сразу же появляется. Что мы здесь можем сделать? Многие скажут, после перезагрузки у нас это все появляется. Да, друзья, бывает такое, что появляется. Нужно просто внимательно все отключить, чтобы этого не было. Первое. Мы убираем уведомления. Если они у вас отключаются, у меня они отключились, к примеру. Хранилище и кеш. Чистим кеш. Чистим хранилище. Так мы, во-первых, сэкономим кучу памяти, потому что у нас кеш почистился. Чистился и хранилище. Здесь у каждого может быть разный размер приложения, размер кеша. Напишите тоже, будет интересно почитать. Дальше. Мобильный интернет. Мобильный интернет. Здесь мы, если можем, все тоже отключаем. Нам это не надо. Дополнительное время использования открывать по умолчанию. Мы тоже тут отключаем. И самое главное, мы вот здесь нажимаем остановить. Остановить принудительно. Принудительное закрытие приложения может отразиться на его функциональности. Нажимаем ОК. Таким образом, мы сэкономим кучу памяти. Так как это работает, приложение постоянно в фоне. Оно кушает нашу оперативочку. Ну и, соответственно, не будет так быстро разряжаться наша батарейка. Вот такое вот меню очень всем, думаю, будет полезное видео, потому что многие спрашивают, как сэкономить кучу памяти, как сэкономить заряд батареи, как освободить оперативку. Проверяйте оперативку после этого, у вас она действительно возрастет. А приложением мы вот этим вот не пользуемся. Я, к примеру, за все использование своего телефона, вот этот раз перед снятием видео, когда я готовился, использовал. И поначалу, как только вставил сим-карту, проверить эту функцию. Все. Остальное время я не пользуюсь. А тем более вы можете просто нажать, в кармане даже у вас нажался телефон, да, вы что-то там заказали, все. С вами был Тимоха Лайв. Кому видео стало полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди много интересного. Пока-пока.